Надеюсь, вы знаете, что к 40-летию группы «Аквариум» был сделан замечательный интернет-проект, который называется «Ре-Аквариум». И он, кстати, стал лучшим интернет-проектом года по версии премии «Степной волк». Это 134 песни коллектива, которые перепеты современными музыкантами. В их числе, в числе тех, кто перепевал, оказались и те, о чьём выступлении мы прямо сейчас вам расскажем. На концерте группы «Кэтспарк» побывал Евгений Лыков. С группой «Кэтспарк» мы впервые столкнулись на концерте «Морчибы», где коллектив выступал в качестве приглашённого гостя. Красивая, медленная музыка с чарующим женским вокалом. И вот презентация первого полноценного альбома «Taste of Heaven» «Вкус неба». Отец-основатель группы, музыкант с классическим образованием Алексей Андреев известен большинству как басист и клавишник Юпитера. Но здесь совсем-совсем другое. Вывелась потребность просто проявлять свои музыкальные задумки. И потом я просто встретил Юлю, вокалистку, и мы стали уже плотно работать над материалом. Она делала тексты, и всё это в дальнейшем обрело форму. Мы учились в одном из учебных заведений. В принципе, наверное, полноценное знакомство произошло, как-то ни странно, в интернете. И даже работа над материалом сначала велась, когда мы воочию ещё не были знакомы. Он мне написал, спросил, не хочу ли я поучаствовать, как вокалистка, попридумывать мелодии. Прислал мне пару треков, мне очень понравилось. Я что-то придумала. Нам понравилось обоим. И это завертелось, закрутилось. И превратилось вот в такую музыку. Потому что мы достаточно из разных категорий. Я более в джазу, а Алексей более в року. Если свежая струя, которую Андреев привнёс в звучание Юпитера, скромно прячется за музыкальной харизмой Бутусова и Каспаряна, то Кэт Спарк, нисколько не умаляя прекрасную игру гитариста, клавишника и барабанщика, его собственное детище. Альбом Taste of Heaven вышел, доступен как в сети, так и на физических носителях. И это достойный образчик современной российской музыки. И то, что Кэт Спарк – англоязычная группа, правильно и фонетически, и стратегически. Эта музыка не для всех, и уже этим она хороша. Но что дальше? Дальше очень много идей. Многое хочется попробовать. Есть на это сила. Ничто не останавливает. Я думаю, что дальше будет всё только лучше.